Первым объектом посещения стала улица Нахимова, где за последние годы находится не первый дом, который подключается к центральному водопроводу, где оборудуется канализация. Вдохновленные примером соседей в этом году решились на участие в программе жителей дома номер 21. Стоит отметить, что устюжане очень трепетно относятся к своему жилью, участвуют в капитальном ремонте общего имущества и просто создают вокруг своего дома красоту. О благоустройстве своих квартир задумывались еще в 2010 году, но решились только после успешного опыта соседей. С момента заявки на участие в конкурсном отборе и завершение реализации проекта прошел ровно год. Теперь в квартирах у устюжан есть вода и канализация. Счастлив. Очень понравилось это центрально. И вот эта вода, вот эти скважины у нас после наводнения, там вода уже была некачественная, уже это два раза топило у тебя до мадок. Вот, а сейчас уже нет проблем. И вода нравится, без запаха. Одним из затратных более 2 миллионов рублей и самых сложных в плане воплощения стал проект по обустройству канализации по адресу улица Угловского, дом номер 23. Здесь центральная линия канализации проходит не ближе 280 метров. Подрядчик, имея современную технику и опытных специалистов, взялся за данный проект. На этом адресе была установлена своя насосная станция и теперь жильцы этого дома навсегда забудут о страшных выгребных ямах в их дворе. Ну, к этому мы шли больше двух лет. Эмоций еще пока никаких, но когда это все будет сделано, вот директор тут сейчас расскажет, как, чего. Но эмоции положительные. Все же канализация, а не эти выгребные ямы. Которые уже скоро рухнут, все это упадет. Согласно народного бюджета работы выполнены. КНС построена, сеть построена, все проверено. Сейчас для того, чтобы завершить весь комплекс работ, надо убрать выгребные ямы. И уже сделать пересоединение. Вот соединение, по ней разводка есть, только воткнуться каждому. Ну, в принципе, тогда это уже вы делаете самостоятельно. Самостоятельно, мы делаем, и работники ждут, и то, чтобы закончить, и бы и осталось, там, когда мелочь. Все отлично тогда. Одно из самых важных условий программы – это общая инициатива всех жителей дома. Только объединившись, соседи достигают положительного результата. За годы существования программы «Народный бюджет» десятки домов приобрели статус благоустроенного жилья. В этом году мы реализуем по программе «Народный бюджет» 8 объектов. Из них в стадии завершения уже 7. Значит, несколько объектов завершены и практически эксплуатируются уже. То есть наши жители уже пользуются вновь созданными сетями и, значит, потребляют эти коммунальные услуги. Ну, каждый год по данной программе идет рост количества и объемов выполняемых работ. Значит, при этом эта динамика, значит, возрастает планомерно, как в количестве объектов, так и, еще раз повторюсь, в объемах выполняемых работ. На улице 2-я Пролетарская три дома также подвели в свое жилье воду. Один дом по улице Кирова. В целом можно сказать о завершении проектов по улице Восендина, Нахимова, Угловского, 2-я Пролетарская и в поселке Энергетиков. На стадии завершения объекты по улице Деженева и Хабарова. Как отмечают сотрудники администрации, на следующий год желающих сделать свой дом благоустроенным также предостаточно. Примеров масса. То есть люди видят, что у соседей появляется вода, появляется канализация. Люди начинают жить комфортно, жить в благоустроенном жилье. И, конечно, это их стимулирует тоже участвовать в этих проектах. У нас с каждым годом таких проектов больше и больше. И на сегодня желающих поучаствовать на следующий год уже достаточно. И люди еще обращаются за консультацией к депутатам в управлении строительства ЖКХ. На прямую муфодоканал, в другую проектную организацию. Сегодня идет подготовка также порядка десяти, наверное, проектов. А мы еще в начале пути, на самом деле. То есть их может появиться еще больше. Стоит отметить, что в этом году в Великомустюге будет построено более трех километров водопроводных и канализационных сетей. Немаловажен и тот факт, никаких существенных земляных работ при реализации проектов не проводилось. Дороги и тротуары не были разрушены. Подрядная организация применила горизонтально направленное бурение, что позволило минимизировать урон городскому имуществу.